В эфире седьмого канала новости. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! Вместе со всей командой информационной службы мы готовы подвести итоги дня. Вся семья погибла, полквартиры сгорела. Сегодня в половине пятого утра на втором этаже многоэтажки в Суворовском районе города вспыхнул пожар. Спасатели приехали на место почти сразу. Ликвидировать возгорание удалось за полчаса. Но жители квартиры спасти не смогли. Подробнее обо всем расскажет Мария Горбунова. У нас просто вся парадная была в дыму, все квартиры были в дыму, потому что вообще дышать не было чем возможно. Начали пожарные стучать в двери и полиция. Кричали просто пожар, пожар. Мы быстренько оделись, выбежали и все. Вызов на пульт госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций поступил около пяти утра. За полчаса пожарные потушили огонь на площади 15 квадратных метров. На пепелище выявили тела 60-летней хозяйки квартиры. Ее 32-летнего сына и его 30-летней сожительницы. Трагедия потрясла соседей. Бывшая теща погибшего узнала о пожаре от знакомых. Говорит, даже после развода дочери семьи общались. По ее словам, мужчина был доброжелательным и хорошим человеком. По предварительным данным, жители квартиры отравились продуктами горения. Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Сейчас детали происшествия устанавливают эксперты. Валентина много лет жила по соседству. Женщина до сих пор не может прийти в себя от увиденного. С начала 2020 года в результате пожара в Украине уже погибло 30 человек. Еще 11 пострадали. Напомню, Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности и учреждений с массовым пребыванием людей по всей стране. Мария Горбунова, Константин Лужневский, Седьмой канал. Жители Тузловской УТГ возмущены новым перспективным планом объединения громад. Чтобы обжаловать его, вышли на митинг Одесской облгосадминистрации. Говорят, именно их УТГ стала одним из первых в регионе. И якобы об этом добровольном объединении забыли, когда формировали новый список. И вот теперь Тузлы хотят присоединить к Желтоярской громаде. Мешканцам нашей Тузлевской УТГ это вопрос очень струбовало. И за непокою тем, какая будет подальше доля Тузлевской УТГ. И как будет развиваться территория нашей Тузлевской УТГ. Где с 15-го года было очень много створено. У нас потужная школа, два дыхательных садки. Впоследствии к себе в приемную жителей Тузлов все-таки пригласил председатель Одесского облсовета Сергей Паращенко. После встречи на своей странице в фейсбуке он опубликовал отчет. Мол, к мнению жителей объединенной территориальной громады надо прислушиваться. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что принцип добровольности, по которому Тузловская громада была создана в 2015 году, должен быть основополагающим. Если громада экономически состоятельна, было бы уместно прислушаться к мнению людей и сохранить ее отдельной громадой в прежнем составе. Коронавирус обошел Одессу. Об этом сегодня официально заявили на аппаратном совещании. Пока ни одного случая заражения китайским вирусом не зафиксировали. Но в инфекционной больнице остаются 94 пациента с гриппом. Среди них 81 ребенок. При этом уровень заболеваемости постепенно снижается. Напомню, 27 января в одесских школах начался карантин. Случаев, подтвержденных заражением коронавирусом на территории города, вирусологически не зарегистрировано. Все стационары города работают в эпидрежиме ограничения посещений, в усиленном санэпидрежиме, введен масочный режим с 28 декабря. Отмечу коронавирусу новая опасная болезнь, эпидемия которой угрожает миру. Основные симптомы – проблемы с дыханием, лихорадка, кашель, диарея, боль в животе и затрудненное дыхание. По последним данным, от этого вируса умерло более 360 человек, а фактов заражения уже более 17 тысяч. Изменения в Конституции Украины нарабатывали в закрытом от общества режиме. Так считают эксперты Центра политико-правовых реформ. В частности, речь идет о возможности для украинцев вносить законопроекты на рассмотрение парламента. А еще об уменьшении количества нардепов с 450 до 300 и их избрания через пропорциональную систему. Кстати, эти два изменения в главный закон страны могут внести уже в феврале. У нас новые повноважения парламенту, но новые в лапках, но хочется все записать в Конституцию, что парламент может создать дорадчие консультативные органы. Но парламент это может делать и сейчас, и делает. Есть у нас аппарат Верховной Ради, есть у нас институт законодавства Верховной Ради. Эти изменения не нужно вносить в Конституцию, парламент имеет права. Другая изменения, которая может происходить, это сказывание адвокатской монополии. Тут мы очень поддерживаем, потому что считаем, что передвчасно была она проведена в 2016 году. Спилили в Стихарян на склоне на трассе здоровья. Неизвестные уничтожили несколько сотен деревьев. Работы проводили ночью. Активисты считают, вырубка связана с очередным строительством. А в мэрии утверждают, уничтоженные деревья были самосевом. Хотя и не оправдывают произошедшего. Что к чему и почему опять страдает природа, выясняли наши корреспонденты. Это Ирланд высочайший, ему порядка 8 лет. Скажем, при том, что дерево считается неценной породой древесины, тем не менее его сюда в Одессу завозили, адаптировали. Эколог Владислав Болинский считает годовые кольца на струбе дерева. Говорит, всем насаждениям здесь было примерно 20 лет. Активист первым обратил внимание на ситуацию и забил тревогу. По его мнению, деревья могли мешать тем, кто облюбовал склоны вдоль трассы здоровья для строительства. Речь идет об организации подъезда к целому ряду строящихся и будущих строительных объектов. И это одна из таких дорог, потому что, насколько я понимаю, еще ряд дорог планируют организовать через Чкаловский санаторий. То, как именно вырубили деревья, кажется по меньшей мере странным и другому общественному деятелю. Если есть какая-то необходимость убрать деревья для расширения дороги или для строительства, то должна быть специальная процедура. Компания, которая это делает, должна компенсировать, высадить где-то другие деревья. Это должно быть четко зафиксировано по документам. Это точно не должно происходить ночью и в таком виде, как это произошло здесь, на трассе здоровья. После публикации в соцсетях на ситуацию обратил внимание департамент экологии. Даже без уборки территории еще ночью специалисты насчитали около 170 уничтоженных деревьев. Та цифра, которую назвали, она, скажем, странным образом совпадает с цифрами, которые не позволят возбудить уголовное дело. Более того, активист уверен, незаконным действием способствовали сотрудники муниципальной охраны, ведь все произошло прямо под их постом. Муниципалы же обвинения опровергают. Были помещены деякие цивильные особи, которые спускались вниз к этой дороге. Охранникам было задано вопрос, чем вы будете заниматься. Ничем мы не будем заниматься. Тем не менее, когда прохожие дополели охранцу, что неведомые особи вырубают кущи, не вырубают, а спилюют ручными пилами, охранникам было сполищено полицию. В мэрии утверждают уничтоженные деревья и кусты самосев. И масштабы вырубки называют незначительными. Уже третий день подряд деревья просто лежат их. Никто не убирает часть стволов и веток. Легла просто на газовую трубу. На это тоже внимания никто не обращает. Детские дома и интернаты планируют расформировать, а воспитанников разместить в патронатных семьях. Об этом сегодня сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская. По ее словам, такое решение значительно улучшит ситуацию с детьми, нуждающимися в особом уходе. Родителям, которые согласятся взять под опеку сирот, обещают увеличить специальные социальные выплаты и предоставить качественное и комфортное жилье. Это, считает министр, простимулирует людей охотнее принимать решения об усыновлении. Юлия Соколовская также добавила, что эта проблема актуальна именно для Одесского региона. Ведь количество воспитанников детских домов у нас самое большое. Всего в области 5000 сирот, 5000 детей с инвалидностью, 3000 воспитанников-интернатов, из них более 2000 имеют родителей. И еще 2000 детей живут в семьях, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Те, кто создает события для популяризации Одессы, смогут сотрудничать с теми, кто хочет такие мероприятия освещать. Новый контент-клуб открыли в Одесском туристическом центре на Гоголе-14. Там планируют генерировать положительные новости, которые помогут популяризировать наш город. Идея контент-клуба – это объединить всех желающих продвигать наш город и страну как туристически привлекательную, инвестиционно привлекательную и генерировать позитивные новости, связанные с туризмом. Это как медиа-ресурсы, амбассадоры, которые должны формировать позитивный образ нашей страны и города. Годовщина трагедии «Воскресенье Украина» чтила память Андрея Кузьменко. С момента гибели лидера группы «Скрябин» прошло уже пять лет. Ежегодно, 2 февраля, украинцы вспоминают, каким был культовый музыкант. Обычно в Одессе поклонники собираются у стены памяти «Скрябина». В этом году творческий вечер прошел в библиотеке имени Грушевского. Люди пели любимые песни группы и просматривали видео с шутками в исполнении Кузьмы. Цего раза мы поменяли формат. Мы, по-перше, собрались на биле стены, обрали локацию библиотеку Грушевского и попросили своих друзей с нами гурт «Мадам Чусо» и гурт «Колер». Почему именно такой формат? Хотелось показать видео Кузьмы. Хотелось вспомнить не просто, как он был чудовый человек, а хотели немного смеяться. И еще хотели рассказать про наши знакомства с батьками Кузьмы. Про что помолчать, а мы еще маем. Про что помолчать, как свекло промчиться через наши шторы. Мы снова с дымбою, и все за куборы. Напомню, украинский певец Кузьма Скрябин погиб в автокатастрофе в 2014 году в Днепропетровской области. Благотворительный концерт в поддержку пострадавших во время пожара на Троицкой состоялся в Urban Music Hall. Американский вокалист, обладатель редкого контур-тенора Джеффри Паумер исполнил вживую композицию Шуберта под аккомпанемент пианистов Ирены Портенко и Сергея Квитки. Музыканты нашли время в своем плотном графике и специально приехали в Одессу, отмечают организаторы. Все собранные в этот вечер средства направят в фонд помощи пострадавшим и семьям погибших во время трагедии в экономическом колледже. Трагедия объединила всех и весь город, и не только город, и Украину, и людей, которые находятся за рубежом в том числе. Тематика концерта посвящена композитору немецкому романтику, у которого был вчера день рождения. Это Франц Шуберт, ему использовалось бы 223 года, если не ошибаюсь. И вся программа будет состоять именно из его произведений. Это и вокальные произведения, и инструментальные. Такое мероприятие я не могла пропустить, потому что это страшное горе для всего города. У меня там очень близкий знакомый погиб. Поэтому, когда узнала, что теория пойдет это на помощь семьям, я не могла не пойти. Снегопад придет на смену сильному дождю уже в эту среду. Температура днем будет плюсовой, однако в ночь на 6 февраля засыплет мокрым снегом, как прогнозируют синоптики гдромицентра Черного и Азовского морей. В четверг столбик термометра опустится до 2 градусов мороза. Местами следует ожидать гололед. Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду. Можно сказать, что за сутки с 5 на 6 февраля температура воздуха за сутки понизится на 10 градусов. Следует также отметить, что за сутки 5-6 февраля будет наблюдаться колебание в атмосферном давлении, перепад температуры воздуха, резкая смена ветра. Поэтому это может сильно отразиться на самочувствии людей. Если 7 февраля одесситы еще смогут наблюдать местами небольшой снегопад, то уже 8 осадков не будет. Но температура воздуха в дальнейшем будет только снижаться. Таким увидели этот день корреспонденты 7 канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону. 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш 7 канал. Непременно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok